Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на библейском портале Экзегет мы поговорим о евангельском изречении. Это слова Спасителя Иисуса Христа из 16 главы Евангелия от Луки. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Согласитесь, что для многих людей это покажется особенно, даже и может быть, особенно мало знакомых со Священным Писанием. Эта фраза прозвучит, может быть, даже шокирующе. Как это Иисус Христос предлагает своим ученикам, всем, кто открывает Евангелие, приобретать друзей богатством неправедным. Очень странно. Так вот, вот наше предварительное размышление, оно, может быть, поможет нам правильно воспринять эту фразу Спасителя, потому что действительно вряд ли можно назвать любое богатство, любые денежные средства праведным, чем-то праведным. Они бывают слишком часто в неправедных ситуациях, как бы так. Но здесь, в этих словах Спасителя, конечно, содержится и еще кое-что, о чем следует нам задуматься. Фраза эта тем более сложна, что вот в синодальном переводе Библии здесь звучит слово «богатство». А в греческом тексте слово, используемое евангелистом Лукою, звучит несколько необычно. И на самом деле точно так же оно звучит и в церковнославянском переводе Священного Писания. Там используется слово «мамона». И здесь возникает у нас действительно ряд вопросов, которые следует иметь в виду. Попробуем на них ответить. Что такое «мамона»? Почему вдруг евангелист Лука использует, конечно, цитирует Спасителя, но именно это слово, не переводя его на греческий язык? Евангелист Лука ведь писал по-гречески. И мы понимаем, что Господь говорил на арамейском языке, но, как правило, евангелист Лука переводит все фразы и даже особые какие-то термины, которые использует Господь наш Иисус Христос в своей речи. Евангелист Лука переводит их на греческий язык, ничтоже сомняшися. А вот эту фразу, это слово почему-то евангелист оставляет в своем тексте без перевода. «Мамона» — это слово еврейского происхождения, хотя, скорее, оно использовалось уже с таким арамейским звучанием, окончание именно такое «мамона» по-арамейски. Это арамейский артикль стоит в конце этого слова. Почему евангелист Лука оставил это слово арамейское или еврейское в своем тексте? Позволю себе сделать несколько предположений, интересных, на мой взгляд. Дело в том, что если мы правильно поймем значение этого арамейского слова, которое, как правило, переводится в Священном Писании словом «богатство», не совсем я прав, потому что, конечно, вообще-то в тексте Ветхого Завета это слово практически не используется. Только однажды в книге Иисуса «Сына Сирахова» — это уже так называемый корпус второканонических книг, а в канонических книгах Ветхого Завета мы этого слова не найдем. Но как бы то ни было, как правило, это слово действительно означает «богатство» или иногда «выкуп». Но очень интересно, что это слово является однокоренным, как думают современные исследователи, со словом «аминь». «Ма-мо-на» и «аминь» являются однокоренными. Что это означает? К чему это нас подталкивает? Это подталкивает нас к тому, чтобы увидеть здесь в своем роде такую, что ли, игру слов. Важно. Это игра в очень правильном, нужном значении для нас, в значении слова. Почему? Потому что «аминь» — это означает что-то надежное, верное. И на самом деле слово «мамона» изначально тоже как бы означает что-то надежное. Но только как мы понимаем, эта надежность ассоциировалась у многих людей, и так и сейчас ассоциируется, с богатством. Богатство как что-то такое, на что можно положиться. Без всего остального можно как-нибудь прожить, но уж богатству нужно. Вот это вот то, что называется мамоной в первом веке, когда жил Господь наш Иисус Христос. То, на что можно положиться. То, на что полагается человек. И это, разумеется, неправда. Это неверно. Это неправедное отношение к богатству. Богатство становится на самом деле неправедным, потому что верное и надежное — это единственное, согласно евангелисту Луке. Это Господь, Бог, это Его Слово, это Его промысел о человеке. А богатство, оно всегда оказывается ненадежным. Мы можем вспомнить из Евангелия от Луки несколько таких очень характерных, красивых примеров, когда евангелист Лука показывает, как богатство становится изменчивым для человека, что на самом деле на него нельзя положиться. Например, это притча о безумном богаче, когда человек получил богатство, вдруг урожай, и думает, ну теперь можно уже расслабиться, теперь уже намного... То есть он полагается, он думает, что это верное основание для того, чтобы жить беспечной, красивой жизнью. Ну мы помним окончание притчи о безумном богаче, что Бог говорит такому человеку, что безумец, в сию ночь душу твою заберут у тебя, кому достанется. Вот оно богатство превратное. Богатство в другом для человека. И это любое другое, вот это материальное богатство, оно оказывается неправедным. Поэтому единственный способ его обелить, вот в контексте сказанного здесь речения, приведенного речения Иисуса Христа, единственный способ его обелить, сделать его праведным, как это ни парадоксально, это его правильно использовать. Ну то есть как бы его отдать. Употребить его так, чтобы приобрести друзей, людей, которых ты любишь, которые тебя любят, которые позволят тебе научиться любить. Вот, значит, поэтому можно сделать некий маленький подыток, что приобретать друзей богатством неправедным означает, это повеление Иисуса Христа означает, что надо любое богатство, неважно, большое, маленькое, будет это 100 рублей или 100 миллиардов рублей, неважно, что оно может быть использовано для того, чтобы научиться самым важным вещам, для того, чтобы приобрести себе друзей.